На рынок я хожу для того, чтобы покупать овощи. Быстренько берем то, что нам надо и убегаем. Недорогое и очень диетическое мяско. Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем вторую часть выпуска Путь в ПРО. И сегодняшний выпуск будет посвящен питанию. Питание бюджетное, максимально приближенное ко всем. На самом деле я даже не буду кривить душой или что-то там показушно делать. Действительно, питаюсь довольно бюджетно. На рынок я хожу для того, чтобы покупать овощи. Как ни крутите, но все-таки в больших супермаркетах овощи плохие. Стеклянные, без вкуса. На рынке все-таки, если кто-то где-то поблизости рынка живет, есть смысл покупать овощи. Это оправдано, они вкуснее, сочнее, в общем, лучше. На салатик я обычно беру перец болгарский люблю и сельдерей. Сейчас вот спросим у продавщицы, есть ли сельдерея. Нет, нет, ни перца, ни сельдерея. Сейчас мы возьмем здесь картошку. Картофель я запекаю. Некоторые картошки опасаются, крахмал, там все дела. На самом деле бояться его нечего. На массонаборе и подавно, да и в принципе многие на сушке. И батат, и сладкий картофель в смысле. И обычную картошку едят. В общем, бояться картошки не надо. Вообще любителей сельдерея очень мало, я знаю. Он такой очень специфический на вкус. Очень полезный и, как ни странно, мне он нравится. Я не знаю почему. Я иногда, кстати, в кино, когда иду, вместо того, чтобы жрать попкорн какой-то, берешь себе пару дрынов сельдерея и грызешь. Очень хорошо заходит. В овсянку я обычно добавляю ягоды. Ну, сейчас попросим немножко, половину стакана. В принципе, много не надо, там полжменьки. И еще один плюс, помимо того, что на рынке здоровее продукты, здесь еще и дешевле, чем в магазинах. Вот. Как красиво, видите? Спасибо вам большое. Так, здесь я беру филе индюшки. Лично мне заходит индюшка гораздо лучше, чем курятина. Куриная грудка мне заходит тяжеловато. Я если беру ее, то беру цыплят. То есть, маленькую молодую курицу, в которой мясо еще посвежее, посочнее. Если не цыпленок, то индюшка. Да, что я вам рассказываю. Вы сами прекрасно знаете, какая индюшка на вкус. Выбираем кусочек. Блин, здесь все такое большое. Не в обиду этому магазину, но в новости мясо, в частности, красное мясо, я имею в виду, телятина, не фонтан. Под именем телятины лежит обычная говядина, то есть, такое темно-бордовое мясо. Сразу понятно, что это не телятина. Так как я человек, который очень любит стейки, каждый день я ем стейк, поэтому такие люди, как мы, обязаны просто найти какую-то свою точку, свой магазин, где можно купить настоящую молодую телятину. Я этот магазин для себя определил, и в него мы поедем чуть позже. А это колбасный отдел, его мы проходим мимо. Здравствуйте, я хочу какую-нибудь свежую рыбку, беленькую. Давайте, наверное, сазан я возьму. Это морская рыбка, да? И без костей, по-моему, да? Спасибо большое, хорошего дня. Так, само собой, берем яйца. У меня был этап, когда я старался выбирать там максимально первосортный, максимально там большого размера XL. Но потом я заметил, что эти яйца, когда их разбиваешь, они прям слишком такие водянистые и жидкие. И как-то я с недоверием отношусь к таким яйцам, неестественно прям жидкие. И я вернулся к обычного размера, самым базовым, средненьким. Так, где они у нас тут? Два десяточка возьмем. Обычно свою яичницу я использую. Два цельных яйца и четыре белка, то есть уходит шесть яиц. Дальше молочко. Тот, кто у нас на сушке, лактоза, конечно, не приветствуется, как любая молочка. Так как я сейчас на массе, мне не обязательно заморачиваться на эту тему. Поэтому я возьму просто обычное молочко. 0,5% нежирное. Пару пакетов. Молока уходит много и на протеиновый шейк, и на овсянку. Плюс семья у меня большая. Тоже все молоко пьют дети, жена. Так что всегда пригодится. Так, макароны я тоже ем, ем каждый день и на сушке, и на массе, тем более, сам Бог велел. Ничего страшного в макаронах нет. Главное, правильно их варить. Не в кашу их разваривать, а варить их, аль денте это называется. То есть, когда макароны немножко недовариваются, сыроватыми остаются в кастрюле, потом вы выключаете газ или что там, комфорка, и они потом доходят у вас пару минут просто в теплой воде. Едем дальше в мясную лавку. Так, здесь мы сейчас будем брать биток телячий. О, кстати, здесь еще можно взять цыпленка мне на будущее. Здесь хорошие свежие цыплята молодые. Продощиться не в духе. Не захотелось сниматься. В общем, помимо телятины, я взял еще цыпленка, как я уже говорил. Вместо курятины, обычно вместо куриных грудок, я беру себе цыпленка. Мясо сочнее, моложе, меньше гормонов. Вот это, знаете, как говорят сейчас, напичканы вот это всем подряд. Еще, кстати, хочу с вами поделиться небольшим таким лайфхаком. Я всегда пью минеральную воду, слабогазированную. Это не та вода, но, в общем, смысл в том, чтобы водичка была с максимальным содержанием солей. Есть такая вода, и в России, и в Украине она выпускается. Есть интуки называется. Вот она прям с большим количеством солей. Почему это нужно? Есть такая сложная штука, как кислотно-щелочной баланс в организме человека. В общем, когда ты много наедаешь, когда ты стараешься набрать массу, через силу иногда ешь, очень важно не уходить в большую кислотность. У тебя много в организме, в желудке белка. Белок постоянно через силу усваивается, и у тебя повышается именно кислотный баланс. Чтобы сместить его в сторону щелочи, нужно пить, получать большое количество солей, чтобы он смещал вот это как раз, чашу весов в сторону щелочи. Так будет лучше усваиваться высокобелковая пища. Во-вторых, ты будешь держать свой организм в постоянном процессе анаболизма. Для анаболизма нужен щелочной баланс больше, а не кислот. Домой всегда возвращаешься как навьюченный осел. С тренировки, с магазина, форма, продукты. Итак, мы на кухне, и сейчас я вам буду показывать основные свои приемы пищи. У меня их пять. Завтрак никогда не отличается. Это всегда яичница из шести яиц. Вернее, два желтка и плюс четыре белка. Получается шесть яиц с двумя желтками и овсянка. Овсянку я беру непредварительного, там, немгновенной готовки, которая прям превращается в клей после того, как вы ее запариваете или, дай бог, варите еще. А такая прям грубый геркулес. Заливаю его молоком на 30 секунд в микроволновку, так, чтобы гликемический индекс был низкий, чтобы она подольше усваивалась. Готовить не буду этот завтрак, потому что я уже позавтракал, приготовлю все остальное. Дальше три основных приема пищи. Это три разных гарнира и три разных источника белка. Желательно. Конечно, можно просто куриные грудки наварить и разделить ее пополам вместе с гречей. Но я все-таки стараюсь бюджетно, но разнообразно это делать. Так, предварительно мы уже сварили основному, по источнику белка, мясо. Мы съездили в магазин, я вам показал и акцентировал на том, что нужно прям обязательно найти хорошую мясную лавку, где вы будете покупать настоящую телятину, мягкую, то есть, а не говядину под видом телятины. И я уже купил и замариновал. Обычно я мариную в вакуумной упаковке, есть пакеты, есть вот такие вот штуки. Маринуете и на следующий день уже можно кушать. Смысл в том, что из-за маринада мясо становится немного мягче. Лучше всего жарить на самой обычной чугунной, тяжелее на этой сковороде. Тогда мясо прям пришкваривается. В общем, я думаю, нужно показать, как это все выглядит, да? И сразу я поставлю сковородку для жарки рыбы. В магазине мы купили сазан. Вот этот сазан уже готов. Вот, этого будет достаточно, чтобы рыба не пригорела и не приклеилась к поверхности сковороды. Ну, мясо готовится очень быстро, мы его прям просто обжигаем. Минуты две на одной стороне, и там еще минуты две на другой, и все. Серединку я люблю такую, немного островатую. И пока у нас жарится рыба и телятина, я вам покажу предварительно приготовленную индейку. Вот таким вот образом. Просто на квадратики порезали, жена обжарила. На самом деле, конечно, жена за мной ухаживает, спасибо ей огромное. Таким образом, три источника белка разных на три основных приемах пищи. Нужно дать мясу отстояться после жарки. Я думаю, можно раскладывать все по контейнерам. Кстати, я не говорил, какую мы взяли рыбу. Я беру сазан, очень люблю, беру карп еще, тоже люблю. Сазан мне нравится тем, что он практически без костей, он не такой дорогой, как красная рыба. И он такой очень приятный, такой немножко сладковаткий на вкус. Допустим, если сравнивать с тем же сомом, сома я не люблю, потому что сом он как-то горчит немножко. А сазан очень классная рыба. Поэтому, если у вас в магазине есть сазан, я рекомендую попробовать эту рыбу. Так, сейчас мы взвесим гарниры наши. Вес старый, обнулили макароны. Итак, передо мной три готовых основных моих приема пищи, за исключением завтрака и последнего приема пищи. Здесь у меня будет еще раз рыба и салат с овощами. Да, кстати, сюда мы забыли добавить овощи. В качестве овощей, салаты у меня, салатом можно назвать это с натяжкой, потому что все очень просто. Я прям беру обычно перец болгарский и крупно его режу. Сюда пару ломтей, сюда пару кусочков. Ну, может, это совсем мало. Хорошо, добавим еще вот сельдерея немножко. Вот так. Этого количества овощей вполне хватит, если речь идет о массонаборе. Потому что на массонаборе клетчатка немножко замедляет пищеварение. Вам нужно прям много есть, и это будет немножко усложнять процесс. Хотя для общего здоровья и для работы кишечника клетчатка нужна. Но немного на массонаборе. Запомнили, да? Когда вы сушитесь, конечно, там кроме овощей и белка практически ничего нельзя. А сейчас чисто символически в каждый прием пищи добавляем. Предварительно я уже рассчитал свой дневной рацион. То, что больше всего людям интересно, это цифры, да? В общем, белка у меня получилось 2 грамма. 2 грамма белка на килограмм веса. Углеводов 3-3,5 грамма. Жиров 1 грамм. Колораж получается под 3,5 тысячи. Сейчас при собственном весе 100, ну, 107 килограмм у меня сейчас собственный вес. Это то, что мне нужно. То есть еще добавлять у меня уже просто не справляется ЖКТ. То есть большего объема я усвоить не могу. Можно было бы, наверное, применять какие-то ферменты, да? Но вы должны понимать, что это временное решение. Вы как бы начинаете помогать своему желудку. И в последующем, в будущем он не будет вырабатывать эти нужные ферменты. В общем, подсядете на эти ферменты. Не надо. Старайтесь избегать их. Кстати, хочу вам сказать по поводу конкурса. Конкурс от MyProtein. Продукция на 150 долларов. Купон на 150 долларов продукции вы сможете получить, если. Недавно на их канале MyProtein.ru. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Прямо первой строчкой. Последнее видео со мной. Переходите, подписывайтесь на канал MyProtein. Обязательно условия. И мы будем выбирать победителя по комментариям. Кто оставит самый оригинальный какой-то комментарий к тому моему видео, там видео посвящалось BCAA, тот и получит приз. Купон на 150 долларов. Кстати, хочу сказать всем скептикам, вот именно в этом случае у вас есть очень хороший шанс выиграть. Потому что обычно в Инстаграме очень много людей комментарии оставляют прям под записью. Это легко. Люди ленятся переходить по каким-то внешним ссылкам там на YouTube, еще и комментарии писать. Поэтому я уверен, что участников будет не так много. Так что всем советую, не поленитесь всего лишь пройти по ссылке, всего лишь написать одну строчку комментария. И у вас есть все шансы победить, выиграть купон на 150 баксов от MyProtein. На этом все, друзья. Это был мой выпуск о питании. Следующий будет, скорее всего, о тренировках. Кстати, для тех, кто не знает, в своем Инстаграме я уже начал выкладывать каждый день свои тренировки. Записываю все упражнения в сториз с количеством подходов, с количеством упражнений. И все эти сториз сохраняю в архивы. Так что, в принципе, кому интересно, как я тренируюсь сейчас, вы можете пройти в мой Инстаграм и следить за моими сторизами. Все. Спасибо за то, что посмотрели. Очень буду рад, если вы еще и поддержите меня лайком. Это всегда полезно для развития проекта, для развития конкретно этой серии видео. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok